Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. К сожалению, мало кто знает о нашем старинном гербе Эдуард Меликян. В селе Верингоратах в Арцахе обосновалось 15 семей вынужденных переселенцев. Здесь прошел турок Хожак Сириканян. Армянский язык будет преподаваться в МГИМО. Власти Ирака восстановят Синджар, Язидский район. Духовный отец Асала Гургян Яникан родился 26 декабря 1895 года. Вышла в свет книга-альбом образцы гаджарского искусства Матанадарана. Мои инициалы Ким Кардащан показала украшение армянского ювелирного бренда. Эдуард Меликян пишет. На этот раз я хочу рассказать вам о нашем старинном гербе, о котором, к сожалению, мало кто из вас знает. Мне очень жаль, что он не включен в наш герб сегодня. Как сообщает Алишан, государственным флагом или символом древних айказцев был дракон. Здесь следует пояснить, что когда мы говорим дракон, мы должны понимать не просто дракона, а вишапаках, то есть козирог, и добавить, что значение «ках» объясняется в армянских словарях именно как козирог. Полная версия доступна на нашем сайте. Жители села Верингоратах Мартокерцкого района Арцаха продолжают жить и творить на своей родине. Об этом заявил мэр Верингоратах Гриша Мартиросян в беседе с корреспондентом Арцахпресс. В селе 622 жителя, в школе учатся 103 ученика. Классных комнат, к сожалению, не хватает. Надо строить новое здание. У нас нет детского сада, но у нас в селе около 80 дошкольников. Некоторые сельские дороги заасфальтированы. Поселок обеспечен электричеством, но не газофицирован. Во время войны один дом в селе был частично поврежден. В ближайшее время планируется ремонт, сказал Мартиросян. Говоря о занятости жителей, Мартиросян отметил, что в основном они занимаются животноводством, сельским хозяйством и выращиванием овощей. Об этом на своей странице в Facebook написал исследователь исторических материалов Хажек Сириканян. Турок прошел здесь с разрушенное армянское кладбище в Карсе и разгромленные хачкары. На заднем плане церковь апостола в Карсе, река Карс и Старый мост и весь город. 21 декабря было подписано соглашение о сотрудничестве между посольством Республики Армения в Российской Федерации и Московским государственным институтом международных отношений. Соглашение подписали посол Армении в России Вартан Тоганян и проректор по образовательной работе Московского государственного института международных отношений Андрей Байков. Он предусматривает внедрение процесса обучения армянскому языку в Российском университете, а также развитие сотрудничества между армянскими университетами и МГИМО. Депутат Рустам Бакуян написал на своей странице в Facebook. Решением правительства Ирака был создан комитет по восстановлению района Шангал. На восстановление района направлено 19 миллионов долларов. Напомним, что в 2014 году боевики Исламской Республики совершили массовые убийства язидского населения Синджара. В этом регионе на севере Ирака проживает небольшое христианское общество. Несмотря на трудности, они не покидают свои дома. В 1895 году во время погрома в Хамидиане супруги Яникям были среди семей, бежавших из Кариновкар в Западной Армении. Позже Гурген, ставший свидетелем геноцида, прошел долгую борьбу и поселился в США. Это был 1973 год, 27 января, когда Яникям пригласил турецкого консула и заместителя консула Мехмета Байдара и Бахдура Дамири в отель Балтимор в Санта-Барбаре, в штате Калифорния. Турки приняли приглашение, поскольку Яникям скрывал свою армянскую идентичность. 78-летний Яникям произвел 9 выстрелов турецких дипломатов. Он позвонил в полицию, а после их прибытия объявил, что является виновным убийством. С этих снимков Санта-Барбары и началась борьба за армянский реванш. Новый этап армянских претензий. Яникян считается духовным основателем Асала, армянской секретной армии освобождения Армении. Осужденный к пожизненному заключению, армянский писатель-инженер Гурген Яникян, герой современной вооруженной освободительной борьбы Армении, был доставлен из тюрьмы в больницу 10 февраля 1984 года, где скончался 17 дней спустя. Книга-альбом «Образцы гаджарского искусства Матанадарана» старшего научного сотрудника отдела археологии Матанадарана Ивет Тажарян представляет собой попытку впервые с художественной точки зрения отразить иллюстративные рукописи Матанадарана. Книга-альбом, представленная в Матанадаране 23 декабря, включает около сотни миниатюр и произведения из смолы из 20 рукописей. Представленные произведения искусства полностью и наилучшим образом отражают самобытность иранской миниатюрной живописи периода «Гаджар». Ивет Тажарян работала над книгой три года. Она отметила, что иллюстративные рукописи и оригинальные композиции, представленные в трехязычной армяно-англо-персидской книге-альбомы, имеют особенности того гаджарского периода. Телезвезда и предприниматель Ким Кардащан показала украшения Ice Link на своей странице в Инстаграм. Его основали в США Энди Сохоян с дочерью Сьюзи. «Инициалы мои и моих детей», – написала Кардащан, указывая на подвески с армянскими буквами. Ice Link – один из самых популярных брендов, который занимается производством дорогих вещей. Продукция этой компании интересна прежде всего представителям хип-хопа, которые любят большие, яркие и дорогие украшения. Колье, кулёны, кресты и кольца. С первых дней своего существования Ice Link старался донести до публики любовь к роскоши и в первую очередь к бриллиантам. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok